Добрый день, коллеги! Добрый день! Рада приветствовать вас на нашем вебинаре, на вебинаре компании Axelot, посвященном особенностям автоматизации транспортных компаний. Ведущим сегодняшнего вебинара выступит менеджер по работе с клиентами Татьяна Савериченкова и ведущий консультант направления транспортной логистики Олег Голизнец. Итак, начинаем наш вебинар. Я вижу, что все слышат. Если вдруг кто-то не слышит, проверьте настройки или попробуйте переключиться. Для начала я расскажу информацию о компании Axelot, затем передам слово Олегу и после этого ответим на заданный в ходе вебинара вопросы. Наша компания основана в 1998 году, и все эти годы мы специализируемся исключительно на автоматизации логистики. Осуществляемое внедрение по всей России, а также за рубежом. Наши офисы находятся в Москве и Кирове, а буквально месяц назад у нас открылось подразделение в городе Красноярск. На данный момент штат нашей компании насчитывает более 200 сотрудников. К слову, это самый большой штат среди компаний, занимающихся автоматизацией логистики. За 21 год нашей деятельности мы разработали 5 поколений ВМС-систем и 4 поколения ТМС-систем. На сегодняшний день мы реализуем порядка 100 проектов в год, благодаря чему уже 8 год подряд, по данным журнала «Склады России», занимаем лидирующую позицию среди компаний, занимающихся автоматизацией логистики в России. При этом мы стараемся делать проекты под ключ, не только внедряя разработанные нами программные продукты, но и оказывая логистический консалтинг и постпроектное сопровождение, осуществляя поставку и монтаж оборудования. В этом нам помогают наши партнеры. Конечно, это компания 1С, разработчик платформы, на которой работают почти все наши программные продукты. Это компания «Зебра», ведущая компанией-производитель оборудования не только для статской логистики, но они также выпускают смартфоны для использования, например, водителями транспортных средств. Это компании «Градум» и «Дотарион», которые входят в группу компаний «Аксилот». «Градум» является разработчиком ERP-решений, «Дотарион» — разработчик систем интеграции. «Экстрим» — производитель Wi-Fi-оборудования для создания на складе бесшовного покрытия, а также «Сити-гид» — картографический сервис, который мы используем почти во всех проектах автоматизации грузоперевозок. На данном слайде представлены компании, уже внедрившие ТМС-систему от «Эксилот». Конечно, это не все наши клиенты, но, как можно заметить, здесь представлены и компании-перевозчики, и производственные компании, и дистрибьюторы, работающие в различных областях экономики. В первую очередь, наша компания разрабатывает программные решения для автоматизации логистики. И на сегодняшний день самыми актуальными решениями являются «Аксилот МС-Х4» для транспортной логистики и «Аксилот МС-Х5» для автоматизации складских процессов. Единая логистическая платформа обеспечивает реализацию таких механизмов, как единая шабутильная модель, единый пользовательский интерфейс и единые бизнес-процессы складской и транспортной логистики. Анализируя рынок ТМС-систем, мы пришли к выводу, что большинство из них покрывает лишь часть потребностей заказчиков. Обычно это одна-две задачи. В нами же было разработано комплексное решение «Аксилот МС-Х4», которое включает в себя управление перевозками, спутниковым мониторингом, управление собственным транспортом, Android-клиент для водителей, а также различные виды аналитической отчетности. Поскольку мы являемся лидерами в своей области, и у нас накоплен огромный опыт, которым мы готовы и хотим делиться через нашу некоммерческую деятельность, что она из себя представляет? Это учебный центр «Аксилот», на базе которого мы проводим демонстрационные дни и семинары для коллег из других компаний, деятельность которых так или иначе связана с логистикой. Это библиотека «Аксилот», перевод западных бестселлеров по логистике нашими штатными сотрудниками. Это преподавательская деятельность наших экспертов в вузах страны. Также хотелось бы отметить, что у нас есть свой YouTube-канал, на котором мы публикуем видеоролики о реализованных нами проектах, интервью и другие видео с различных мероприятий. Несколько слов о том, почему выбирает «Аксилот». «Аксилот». Мы стабильная, финансоустойчивая компания и даже в годы кризиса показывали рост. Мы реализуем порядка 100 проектов в год, поэтому, обратившись к нам, вы получите квалифицированную отраслевую экспертизу и результат. И, конечно, наше конкурентное преимущество – техническая поддержка, работающая в режиме 24 на 7, так как зачастую наши клиенты работают в круглосуточном режиме или находятся в других часовых поясах. Коллеги, сейчас передаю слово нашему ведущему консультанту Олегу, который расскажет об особенностях автоматизации транспортных компаний. Итак, Олег, тебе слово. Да, коллеги, добрый день. Постараемся сегодня рассказать таким образом, что расскажу про функционал системы и, собственно, сделаем акцент на транспортные компании. Постараемся показать сквозной процесс работы в системе на примере нескольких потребностей перевозки. Собственно, наша система «Аксилот» входит в единую логистическую платформу «Аксилот» который включает в себя также «Аксилот» в МСС-5, что позволяет интеллироваться со складской системой, обеспечить единую субъективную модель, обеспечить интеграцию, подключение и взаимодействие с ERP-системами, а также со сторонними сервисами, клиентов, транспортных компаний и прочих. Собственно, какие проблемы решаются с помощью транспортной системы? На данном файле представлены основные вопросы, которые мы задаем себе перед внедрением транспортной системы и на которые наша система позволяет ответить. Основные вопросы – это, собственно, как облегчить в целом весь процесс перевозки, все организации, облегчить трудходистов, оптимизировать транспортные затраты, обеспечить процессы взаимодействия с перевозчиками и в случае, если у компании есть собственный парк транспортных средств, то как этот парк управляет, как зарегидают своими водителями, как методик исполнения спланированных нами рейсов. Как уже говорила Татьяна, система у нас модульная, обеспечивает кросс-комплексный подход и состоит из трех основных модулей. Первый модуль – это управление перевозками, которые включают в себя получение потребностей перевозки, и их распределение, планирование с учетом мультимодальных перевозок и верификацию. Также в данном блоке осуществляется выбор непосредственно перевозчиков, в том числе и с использованием тендерного портала, который формируется на базе нашей системы. Следующим блоком является управление собственным парком, то есть управление собственными транспортными средствами, фиксация затрат по собственному парку и по утраху многоразделения в целом. И следующий блок – это спутниковый мониторинг, соответственно, фиксация исполнения рейсов, вот так вот, также Android-клиент для водителей, в случае которых они могут исполнять непосредственно рейс. На данном сайте поставлены цели и задачи, которые ставят, как правило, наши партнеры перед внедрением транспортной системы, собственно, которые принятые на транспортной системе должны решать. Первое, самое основное – это получение потребностей в перевозке, формирование маршрутов, выбор в дальнейшем перевозчиков на уже сформированные маршруты, после чего контроль исполнения данных рейсов, их обработка после исполнения и фиксация всех затрат, которые транспортное подразделение за собой плечет. Ну, собственно, теперь перейдем непосредственно к демонстрации системы. Самый основной документ в системе – это заявка на перевозку грузов, собственно, сейчас на экране представлен список данных заявок. Заявки могут поступать различными способами, наверное, самая распространенная – это загрузка из корпоративной системы. Когда в корпоративной системе создается какой-то документ, который инициирует заявку, например, заказ клиента, ну, собственно, на систему, то у нас выгружается наша заявка на перевозку. В случае транспортных компаний зачастую транспортная система может выступать в роли корпоративной, и в этом случае заявка создается либо вручную, либо загружается из Excel-файла, также есть различные интеграции с какими-то веб-порталами, то есть, когда, например, на сайте клиент создает свой заказ, и с помощью интеграции также выгружается этот заказ в ТМС-систему. И еще один из способов, который используют наши клиенты – это веб-портал на базе системы, когда пользователь подключается по ссылке и, собственно, выполняет какие-то действия, чтобы сформировать заявку на перевозку груза. В рамках нашего сегодняшнего примера подготовил пять различных заявок, которые мы обработали, проведем весь объединитель, просто чтобы, как раз на примере, посмотреть, как осуществляется работа в системе. Ну, собственно, документ заявки на перевозку груза сейчас открыт перед нами. Указываются основные параметры – это параметры отправления, то есть, кто является отправителем, по какому адресу отправляется, какое временное окно груз необходимо отправить. Указываются параметры получения, собственно, куда груз необходимо доставить в конечном итоге, и какое временное окно нам необходимо вывести. То есть, кто является получателем, также могут указаться различные контактные лица. На закладке «Груз» может указаться информация по грузовым местам, то есть, какие перечни грузовых мест мы перевозим. Если говорить про интеграцию со складской системой, то здесь есть различные варианты, когда, например, вначале мы работаем с эффективным грузовым местом, потому что еще не знаем, как склад соберет грузовые места. Далее интеграция выгружается, актуальность список грузовых мест, и мы уже непосредственно работаем с актуальным списком грузовых мест, работает водитель, уже отмечая в мобильном клиенте фактические грузовые места, которые складываются в виде собрата. Кроме того, в заявке может указываться товарный состав, то есть, это перечень мемкультурных позиций в разрезе грузовых мест, то есть, такие мемкультурные позиции по каждому грузу мы перевозим. На закладку документная операция указка выполнительной информации, которая выполняется в рамках заявки, чуть-чуть подробнее об этом позже расскажу. И, кроме того, по заявке может быть рассчитан плановый доход. В случае транспортных компаний выполнение заявки для нас, то есть, оказание услуг клиенту, это доход, выполнение же рейса, то есть, когда мы непосредственно выполняем перевозку, это расход. На основании этого система позволяет определить маржинальность перевозки, то есть, понять, где мы работаем, прибыль, где надо какие-то направления оптимизировать. То есть, как раз система служит для того, чтобы собирать эти финансовые показатели и в дальнейшем их анализировать. За счет этого как раз был применен нами комплексный подход, чтобы все затраты по всем направлениям агрегировать в системе и в дальнейшем их уже распределять. А, собственно, в рамках данного примера производится расчет плановых расходов на основании заданной тарификации. Тарификация создается в правиле расчета тарифов. В данном случае применили правило, что мы используем тарифную сетку в зависимости от зоны получения и массы. При настройке тарификации система, собственно, все формулы прописываются непосредственно в системе, то есть, не надо никуда в код, все в самом интерфейсе, то есть, любой пользователь с соответствующим правилем может эти правила настраивать. Используются, называемые показатели, которые могут быть как расчетными, то есть, это те, которые определяются на основании параметров заявки либо параметров рейса, в зависимости от того, что мы рассчитываем, то есть, это либо доходы по заявке, либо расходы по рейсу. Расчетные показатели, на самом деле, достаточно большое количество, то есть, это весы габаритных характеристик, до временных показателей, географических зон и прочее. Здесь теперь перечень достаточно большой. И могут использоваться различные фиксированные показатели, то есть, это какое-то фиксированное значение, это же так, перевозчика, который мы указываем формулок, и в случае, если у нас перевозчик изменяет свой тариф, то нам не надо заходить во все формулы, искать, где мы это применяли, мы просто меняем значение этого фиксированного показателя, и расчет у нас выполняется с новым значением. Также в рамках данного примера используем тарифную сетку, в данном случае у нас задана тарифная сетка в зависимости от массы зоны получения. То есть, прогрессивная шкала по массе, ну и, собственно, по такой зону мы везем, такая ставка у нас подбирается. Соответственно, в рамках данной заявки у нас подобралась со суммом 14 тысяч рублей. Кроме того, данная заявка у нас является мультимодальной, то есть перевозка мышечная в несколько плечей. Указывается, это в предвизите цепь поставок, в данном случае это у нас перевозка в Самару, и выполнять данную перевозку мы будем с точки забора грузового клиента до нашего хаба в Москве, в дальнейшем до хаба в Казани, до хаба в Самаре, и оттуда уже непосредственно перевозка до конечного получателя в Самарской области. Соответственно, в системе по данной заявке формируется отдельное задание на перевозку по каждому плечу, и в дальнейшем это каждое плечо может выполняться отдельным рейсом, выполняться отдельным рейсом, может выполняться своим транспортным средством, то есть, по данной заявке сформировано отдельное задание на каждое плечо маршрут. В целом, сформировали пять подобных заявок, где две заявки у нас едут до Самарской области, две заявки едут до конечного получателя Свердловской области, и одна заявка на него модальная в Казани. Ну, собственно, вот сейчас как раз представим, что у нас на каждое плечо создается свое задание, свой рейс, ну, в дальнейшем мы планируем и как с этим работать. Собственно, вот наши заявки, ну, и, наверное, еще стоит обратить внимание на... у нас немножко отстает изображение. Нам стоит еще обратить внимание на заявку, скажем, Свердловской области, где используется разделение по грузовым местам, то есть, здесь указываются грузовые места Европолеты, для них заданы немножко у нас для них у нас заданы грузовые места, оценочная стоимость и, собственно, здесь также применена дополнительная операция страхования. КТВ царифицируется отдельно, собственно, как страхование о грузах. Ну, в данном случае, если мы здесь рассчитаем расшифровку, то мы увидим, что у нас страхование груза рассчитывается отдельно и указывается обставка за страхование у нас в данном случае составляет 70%. Собственно, после того, как мы сформировали наши заявки, то есть, в целом, у нас так же заявки, чтобы обратить внимание, в Свердловске область мы перевозим мультимодальные цепи, здесь у нас перевозка также осуществляется до склада в Москве, до нашего Каба в Казани, и оттуда мы уже в Каба в Казани увезем средства на Батеринбург и разводим в последнем миле доказательственного получателя. После заявки отработали, мы переходим уже к планированию рейсов, формированию маршрутов, для этого используются отдельные рабочие места планирования рейсов. Планирование рейсов состоит из четырех основных боков, это настройки планирования, это карта, на которой выводятся задания в виде точек, собственно, сам список заданий, форма у нас изменяемой, то есть кому-то если надо видеть время получения, то пользователь это выводит, если не надо, это можно убрать, настройки интерфейса могут меняться в зависимости от каждого конкретного пользователя. И четвертая рабочая область, это непосредственно дерево рейсов, где выводятся транспортные средства, доступные для планирования, и в дальнейшем после формирования выводится рейс. Сейчас для перейдем к нашему примеру. Собственно здесь как раз планирование перевозка последней мили до конечных получателей в Москве, где мы планируем 400 заданий по 397 адресам. Настройки планирования, которые могут применяться достаточно большое количество проектов, скажу про все. Ну собственно самые основные это контролируем показатели, то есть здесь мы контролируем массу, объем, количество мест, также можно контролировать количество загрузочных метров, по умолчанию все контролируем, что транспортное средство было загружено не более 100%, по какой-то контролируемый показатель один можем уменьшить менее 100%, ну например если перевозим вату, понятно у нас она по объему большая, по массе маленькая, объем ограничен 95%, чтобы наверняка у нас это поместилось. Настройки распределены по кругу, ну собственно главное это учет временной полка, учет погрузки с нескольких складов, если у нас актуальна, и циклическое планирование, хотя у нас транспортное средство в рамках одного периода планирования можно делать несколько рейсов. Следующий блок это ограничение по рейсам, которые задаются, то есть это ограничение количества рейсов, ограничение длины рейсов, количество точек и учет планирования с учетом складских ворот. Если у нас идет расписание, соответственно с начала рейса может достигаться с учетом того, как у нас работают подсказки и ворота. Следующий блок – это ограничения по грузам. То есть здесь ограничения размеров груза, учет габарита в случае, если мы перевозим под негабаритную грузу. Учет совместимости товара – это особенно актуально, когда мы перевозим разные номенклатурные грузы. Самый, наверное, такой частный проект. В последнее время встречающийся пример – это перевозка мяса и молока. То есть когда мясо с молоком нельзя перевозить вместе, естественно, мы включаем совместимость товара, и они у нас планируются по разным машинам. Но наши реалии зачастую таковы, что иногда мы эту опцию отключаем, планируем вместе. Собственно, ситуации бывают разные. Следующий блок – это ограничения по транспорту. Соответственно, здесь задаются настройки для подбора транспортных средств. Самое интересное – это доступность геозон, доступность ресурсов. Можем, если мы планируем на собственную парку транспортных средств, то какие-то машины закрепить за зонами. Либо, наоборот, сказать, что машины в какие-то зоны не ездят. Также аналогично задается ограничение по ресурсам. То есть какому-то партнеру мы, например, часть машин управлять не можем, потому что не проходят по высоте. Либо какого-то водителя не можем управлять, потому что у него нет пропуска. Соответственно, это все настраивается в системе. Все это настраивается в системе. И в дальнейшем система при формировании машины, как это учитывает. Следующий блок – это расписание работы транспорта. То есть если мы планируем на реальные транспортные средства, то можем задавать расписание, если учет, что реальные транспортные средства находятся в ремонте, либо запрещено, что оно каким-то причинам недоступно, то, соответственно, не будет на этот транспортный средств новый рейс. И учет пропусков на въезд в Москву для газового транспорта. Эта опция работает, если используется мусортизатор «Сетегид», который как раз позволяет строить маршрут в подъезд в данную зону. То есть это МКАД, 3-я транспортная, садовая. В зависимости от того, какой пропуск есть на маршрутах. То есть если на машине есть пропуск, 3-я транспортная, но она нет в садовую, то это указывается, и, соответственно, маршрут для этого транспортного средства строится именно так, чтобы он прокладывался не через садовую пульсу. И так называемые экспертные настройки. Это у нас, скажем так, те настройки, которые позволяют оптимизировать алгоритм от конкретного клиента. Понятно, что вариации планирован достаточно разные. У кого-то это, как и дистрибуция по городу с большим количеством точек, у кого-то это шкодиональные перевозки. Ну, соответственно, с помощью этих настроек подбирается более оптимальный алгоритм, который, то есть это более проектная деятельность, которой, собственно, мы и занимаемся. После того, как мы выставили все настройки, указали по заданию, которое мы будем планировать, выбрать транспортные средства, собственно, и запускается сам алгоритм планирования, который мы, в данном случае, и будем выполнять. То есть это решение задачи маршрутизации транспорта, то есть распределение точек по рейсам, адресовка на карте, ну, собственно, формирование самих документов рейса. И вернемся к нашей презентации, чтобы нам ее задать еще. Как раз на планировании рейсов это возможности ручной корректировки, учет различных значений, про которые я рассказал. И вот четвертый способ, как раз периодически рейса, то есть это по какому-то заданному расписанию, чуть подробнее о том расскажу. По генформационным сервисам краков, которые система позволяет использовать, это есть ряд сервисов, которыми мы интегрируемся. Это OpenStreetMap, так называемые народные карты. AxelotMaps – это тоже на базе OpenStreetMap. Единственное, что там мы задали, развернули у себя, потому что если у себя разворачивать OpenStreetMap, то это необходимо с игра под Linux. Ну, собственно, редко кто это использует, достаточно трудоемко для клиентов эти карты у себя развернуть, поэтому мы предоставили такой сервис. Следующий блок – это Яндекс.Карты и Гугл.Карты. И партнер-сети, который предоставляет достаточно большое количество различной информации. Используем мы информационные сервисы для реализации данных на карте, для геокодирования, то есть когда к нам поступает точка, мы, собственно, ее автоматически определяем, где она находится, автоматически определяем координаты, и в дальнейшем используем. Также применяем при мониторинге транспортных средств, то есть это вывод на карте. Да, уже будем исполнять, но это также отдельно, потом разберем. Следующий блок, который позволяет использовать система, это редактирование маршрута, то есть это проверка логистами, возможность ручного пересветления, ожидания, просмотр загрузки транспортных средств, динамики. Ну и, собственно, на данном слайде представлена информация, какие основные эффекты достигаются с помощью автоматического планирования. Ну, основные, конечно, там, снижение, используемые транспортные средства, снижение пробегов, оптимизация затрат на, в том числе, на арендуемый транспортный парк, ну, собственно, сокращение трубозатрат логистов. Формировались наши рейсы. В дальнейшем мы эти рейсы можем редактировать, то есть просмотреть каждый рейс отдельно на карте, можем обнести в него какие-то изменения, и после этого мы можем открыть рейс в отдельной области. Редактирование маршрута, где останется только он, что-то поменять, снести какие-то корректировки. Ну, соответственно, при внесении корректировок у нас текущие показатели изменятся. Ну, в данном случае они у нас увеличились по сравнению со сходами, то есть система посвятила красным, что у нас рейс стал значительно дольше, там, значительно длиннее. Ну, мы можем эти изменения либо принять, либо нажать обмену, соответственно, тогда изменения отнесены не будут. Вернемся к нашему примеру, то есть это демонстрация транспортной компании, как раз поработаем с теми пятью заявками, которые мы и до этого использовали. То есть это две заявки с перевозкой, то в Свердловской области две заявки с перевозкой, то в Самарской и одна прямая перевозка со склада Москвы, склад Казах. То есть в данном случае нам как раз необходимо выполнить первое плечо по двум перевозкам в Самарскую область и по двум перевозкам в Свердловскую область. Ну, собственно, та заявка, в которой у нас едет со склада, она у нас уже находится на складе, нам ее, собственно, туда доставлять не надо. Ну, в данном случае, что у нас здесь представлено четыре точки. Ну, давайте здесь выполним что-нибудь планирование, просто объединим, то есть добавили, для примера, 10-ти тонн, 4 единицы и 3 единицы, полторы тонны транспортные средства. Ну, собственно, выполним сейчас. Планируем сформируем маршруты, также автоматически, в дальнейшем в других мерах покажу. Ручное формирование. Назначение транспортных средств, как уже говорил, может выполняться различными способами. Это всего можно вытянет порядка четырех способов. То есть это назначение, изначально планирование на виртуальные транспортные средства, то есть планирование на тип. И в дальнейшем назначение реального транспортного средства не писается в форме документа рейса. Мы просто открываем рейс и назначаем туда реальное транспортное средство. То есть вот сейчас как раз мы примерим, по каждому, у нас два рейса, 20-ти тонненько, ну, собственно, сам рейс открываем, и в нем уже назначаем транспортное средство. Ну, допустим, в правду данного кейса перевозку по Москве мы выполняем собственными транспортными средствами. Мы, например, транспортное средство зададим. 324-го у нас. Ну, вот, собственно, у нас на рейс транспортное средство уже назначено. И да, и сразу назначим на второй рейс, чтобы в правду данного кейса нам весь жизненный цикл о нашем заявке смотреть. Прекрасно есть там, вы говорите, там, забегая вперед, что мы будем дальше делать, но у нас в рамках данного примера предполагается, что перевозку по Москве мы осуществляем собственными транспортными средствами, которые относятся к филиалу Москва. Перевозку по межрегиональным маршрутам мы выполним наемными какими-то перевозчиками, которые будут привлечены, которые будут назначены. И перевозку по филиалу, то есть это в Самаре, там будет выполняться своими так же транспортными средствами. Причем здесь стоит обратить внимание, что на данные система позволяет учитывать различные филиалы. У нас есть у нас, там, примитиво, несколько филиалов, где каждый может сидеть свой логист, каждый работает со своими заявками. То есть система как раз позволяет разделять единую базу между какими-то подразделениями и в дальнейшем объединять все в себе. То есть, скажем так, единая база для сбора отчетности могут работать сотрудники разных подразделений и с помощью прав доступа указывается, что сотрудники Самары видят только свои заявки, только свои рейсы, только свои транспортные средства, сотрудники, скажем, Екатеринбург, как данные кейсы, видят только свои заявки, только свои транспортные средства. А кто-то должно это подразделение, например, в Москве, оно, соответственно, осуществляет мониторинг всех перевозок и получает единую отчетность сразу по всем перевозкам. Ну, собственно, в данном случае мы обработали доставку по Москве. Теперь следующее плечо, это у нас межрегиональная перевозка. То есть, когда мы выполняем перевозку между регионами, то есть, в данном случае, это у нас доставка, мы видим здесь почти 19 тонн до Казани и разводка. Почти 3 тонны едет до Самары, а остаток там более 15 тонн едет уже непосредственно до Екатеринбурга, что там в дальнейшем где-то доставлен до конечного приема. Как я говорил, существуют различные варианты формирования маршрутов. Один из них относится к периодическим рейсам. То есть, сдается расписание периодических рейсов, в данном случае, у нас тут перевозка с 29 тоннами в Казань, где указываются правила подбора. Это могут быть какие-то конкретные адреса, как в данном случае, то есть, это со своего склада в Москве на свой склад в Казань. Или могут быть просто общие принципы, например, зоны отправления, зоны получения. То есть, самый такой, наверное, распространенный кейс, когда это используется, недавно достаточно был проект, где коллеги каждый день отправляли определенные транспортные средства по определенным зонам. То есть, как там, в Москве ездили по ближайшим регионам, средственные заявки при поступлении сразу автоматически включались в этот периодический рейс. Таким образом, эти периодические рейсы накапливались. И отезд уже, там, по результатам дня просто заходил, смотрел, что там не случилось какого-то, просто, может, может, что там какой-нибудь, там, грубо говоря, регион, надо отправить несколько машин. И просто эти рейсы уже, собственно, отправлял. В данном примере у нас как раз задано расписание, что мы отправляем каждый день 20 тонн со складом Москвы, со складом Казани. И, собственно, для этого используется команда распространения периодическим рейсом. Здесь, ну, есть два варианта также формирования. Это либо по команде в рабочем месте планирование рейсов, либо по новому режиме используется механизм типов событий, которые позволяют автоматически подобные рейсы формировать. Ну, собственно, сейчас мы выполним как раз распределение, что у нас уже мы значим рейс на нашу с Москвы в Казань. У нас отправится 20 тонн. В случае в Самару мы спланируем транспортно-средственно на 5 тонн. Ну, и, собственно, также 20 тонн отправим уже в Свердловскую область. Вот наш рейс. Ну, а здесь спланируем просто вручную. То есть, возьмем, выделим. Соответственно, система нам подсвечивает, что у нас 2 тонны 870 килограмм. Ну, соответственно, система также отличает, как изменится загрузка того или иного транспортно-средственно. Если, например, мы захотим загрузить в тот же маршрут, то у нас будет указано, что будет перегруз на 108%. Но при этом, если мы говорим про ручное планирование, то мы это делать не запрещаем. Но просто опрещаем логиста о том, что в данном случае возникнет перегруз. В целом у нас есть там из практики были различные случаи, когда там в Воронеже в Казелях возили там по 4 тонны. Ну, собственно, поэтому мы, коллеги, ни в коем случае это не запрещаем, но при автоматическом планировании все-таки контролируем, чтобы этот успоко был не более 100%. Ну, вот мы сформировали наш маршрут непосредственно до Самары. Ну, и в дальнейшем отправим оставшим наше транспортное средство до уже Свердловской области, то есть отправим 20-тонник, который довезет две заявки, которые отправят в Свердловскую область. Помимо планирования на виртуальные транспортные средства, также можно осуществлять планирование на собственные транспортные средства, то есть если мы знаем, какие у нас машины будут выполнять исходные транспортные средства, то мы можем назначить уже напрямую рейс на них и не осуществлять выбор дальнейших транспортных средств. То есть просто сразу назначаем транспортные средства, которые у нас будут исполнять. в данном случае в данном примере у нас есть развод с модельной перевозки на 80 тонн до Нижнего Тагила с Екатеринбурга, ну мы если не знаем собственный перевозчик, у нас есть две машины, два 10 тонн, которые могут выполнять, ну соответственно мы просто сразу назначаем на 10-ти тонн и никакого выбора дальнейших транспортных средств мы выполнять не будем. Также в практиках планирования по Свердловской области еще добавил тот кейс, когда у нас сотрудник работает не только с мультимодальными перевозками, но и с какими-то собственными. То есть если, например, открыть, посмотреть заявку в Каменск-Уральске, то одна заявка едет в рамках мультимодального пуча, а одна же заявка это не мультимодальные перевозки, с местного склада до адреса Каменск-Уральске. Если мы говорим, что будем разделять Капеллиан, то сотрудники могут работать как с мультимодальными перевозками, так и сразу же вместе работать с каким-то собственным поставкам. Ну, как варен, когда у нас есть Капеллиан, у нас есть свой сотрудник в своей перевозке какие-то поставки до склада, в этом можно в дальнейшем учитывать. Собственно, после того, как мы осуществили планирование, то есть в данном случае мы часть заявок спланировали на реальные транспортные средства, то есть они у нас уже назначены, и, собственно, мы определили, кто эти заявки будет исполнять. Часть же заявок у нас, часть у нас остались без транспортных средств, сразу продвинуть рейсом, список документов рейса, посмотрим. Часть у нас рейсов осталось без назначенных транспортных средств, то есть вот у нас как раз они в статусе планирования тестов, то есть на них транспортные средства не определены. Для того, чтобы транспортные средства определить, можно использовать рабочее место назначение тест на рейсах, в котором, собственно, и осуществляется подбор перевозчиков. Рабочее место состоит из двух основных рабочих областей. Это верхняя табличная часть, где выводятся рейсы, информация по этим рейсам, и нижняя табличная часть, в которой выводятся звания перевозчики, которые данные рейсы могут исполнить. В данном случае, в рамках данного кейса, мы указали двух перевозчиков, это перевозчики или перевозчики два, с которыми задана терификация, так при выборе рейсов происходит расчет ставки. В данном случае, в рамках данного примера, мы используем терификацию перевозчик-1, здесь используется корректная сетка, в зависимости от типа ТС, который вы выбираете. Если мы выбираем 5-тонник, то у нас терректная сетка для 5-тон, если мы выбираем 20-ти тонн, то у нас терифная сетка для 20-ти тонн. Терифная сетка у нас зависит от зоны отправления, зоны получения. Здесь фактически ставка за предоставление машины данным перевозчиком то или иной зон. Также здесь правиль задать ставки за каждую дополнительную точку по машине. В самом рабочем месте назначения ТС на рейсе есть различные варианты работы. Когда мы просто присваиваем перевозчика рейсу, сразу что у нас будет исполнять перевозчик-1, причем в практике есть различные варианты работ, когда перевозчик может работать в нашем тендерном портале, то есть на базе наших систем перевозчик заходит выполнять какие-то действия, но бывают различные случаи, когда понятно, что перевозчик не согласен работать в нашей системе, либо актуально, особенно когда какие-то ИП-шники, которыми мы взаимодействуем по телефону, все, ну соответственно мы здесь можем просто его присвоить к какому-то рейсу самостоятельно, здесь мы указали, что это у нас будет перевозчик номер 1, так как у него была минимальная ставка, ну и какое-то его транспортное средство мы можем присвоить, в данном случае зайти в самом рейсе, ну либо со транспортных средств, давайте транспортное средство назначим. В данном случае мы назначим перевозчика на тот рейс, который у нас был создан по перевозке в Казань. Следующий вариант взаимодействия это когда мы перевозчику, с которым хотим работать, формируем называемый запрос. В данном случае у нас перевозка с Казани в Самарскую область, у нас также есть перевозчик и перевозчик 2, который представляет соответствующий авторитетный старт. Можно сформировать запрос к какому-то конкретному перевозчику, либо этот запрос может быть тендерным. То есть в данном случае у нас тут понятно перевозчик 2, им наиболее выгодно отправить в том что здесь стоимость естественно меньше, вот тогда мы формируем запрос на данного перевозчика и указываем что запрос на него транспортное средство. Перевозчик 2 формируем заявку на транспортное средство соответственно на основании данного рейса если посмотреть его структуру подчиненности к нам отправляется эта заявка. Здесь соответственно как-то сам перевозчик может с данной заявки работать я покажу по позе более подробно но бывают случаи когда у нас перевозчик не согласен работать тогда логист может сам с этой заявки вести какую-то работу то есть отправить ее перевозчику зафиксировать предложение которое нам формирует перевозчику номер 2 то есть указать например сейчас созвонились по телефону либо переписывались один транспортное средство добавить что-нибудь добавим у нас будет пример соответственно указать предложение перевозчика ну и на основании него строк наровать подтверждение соответственно в этом случае у нас на рейс уже будет назначен данное транспортное средство и способ который наиболее интересен и часто применяется это привлечение перевозчиков в собственную базу то есть когда они работают в едином пространстве и когда перевозчик соответственно он проводит тэш то есть мы формируем также запрос но запрос мы уже формируем не по ни одного перевозчика а формируем несколько ну в данном случае мы соответственно сформируем запрос перевозчика 1 и перевозчика 2 также формируем заявки но здесь уже у нас собственно перевозчик будет работать в нашем отдельном тендерном квартале соответственно здесь мы видим что у нас есть расчет плановый расход то есть это 48 с половиной перевозчика 1 и 50 тысяч перевозчика 2 соответственно если мы посмотрим тендеры по данному рейсу то у нас созданы две заявки мы отправляем перевозчику 1 заявку и отправляем заявку перевозчику 2 если перевозчик работает на базе нашей системы то он может авторизоваться по ссылке которую вы ему выдадите то есть это просто ссылка правая где он авторизуется своим логином паролем и собственно впадает в систему и может выполнять соответствующие действия то есть в данном случае у нас есть заявка в которой мы только что отправили перевозчику это перевозка в Казань с Казань на Сотловскую область получив эту потребность в перевозке перевозчик может сформировать свое предложение естественно он сам формирует это предложение и указывает какое транспортное средство у него будет эту перевозку выполнять выберем какое-то транспортное средство указать плановые расходы которые он заказать то есть ту сумму за которую он готов это вызвал здесь средство может это либо рассчитать например на основании того соглашения которое у него есть но также он может изменить а указать что готов выполнить за сумму меньше ну допустим здесь 48 500 он готов выполнить за 40 45 458 было бы слишком естественно перевозчик сформировал предложение и давайте сейчас сформируем под перевозчиком номер 2 здесь перевозчик 1 видит что у него предложение отправлено и находится на рассмотрении давайте актуризуемся под перевозчиком номер 2 и под ним также сформируем уже предложение которое он готов нам предоставить а также новая заявка сформируем предложение указывает какое транспортное средство готово выполнить заполнить публичную часть рассчитать стоимость перевозки которая задана на основании соглашения ну и внести какие-то корректировки например сказать что готов выполнить нельзя 50 48 то есть просто перевозчики свои предложения сформировали также здесь отправлены предложения что видит наш логист соответственно сотрудник подрядчик подрядчика вы видите что у него получено два предложения причем перевозчик один готов выполнить до 45500 перевозчик два готов выполнить до 48000 ну наверное и нам есть смысл выбрать того подрядчика поэтому формируем у него подтверждение то есть подмерзем так же что мы выбираем его соответственно эту информацию фиксируем заявка по параму перевозчику становится отклонена а для первого перевозчика второго выбора соответственно заявка становится подтвержденной вот то что она отклонена ну и соответственно перевозчик который у нас второй который дал ему большую ставку он увидит что у него заявка стала отклоненной то есть то что он не выбран на данный тембр перевозчик который первый соответственно видит что он подтвержден в целом сейчас по каждой типовой функционал системы есть Есть различные дальнейшие продвижения в этой области, то есть это работа с так называемыми лотами, когда заявки объединяются в несколько лотов и работа осуществляется непосредственно с ними с возможностью введения нескольких заявок, нескольких рейсов, многоуровневым разыгрыванием тендеров. То есть, когда мы разыгрываем сразу по различным сценариям, ну, например, поднижение, то есть мы перевозчику отвечаем, что нет, наша такая ставка не стоит, ну, устраивается общение с ними, ну, плюс разработка различных сценарий, скажем, на базе центральных порталов. Кроме того, можем интегрироваться с различными компетентными площадками, все это тоже есть, и в системе это уже и раз применялось. Ну, соответственно, вот перевозчик один видит, что у него данная перевозка подтверждена. Ну, и, соответственно, у нас на данные, на все данные рейсы у нас уже транспортные средства назначены. Это как взаимодействие, в случае, если нам необходимо назначить перевозчика на транспортные средства. Ну, давайте вернемся к нашей презентации, чтобы нам от нее тоже далеко не убегать. То есть это когда-то подбор перевозчика, то есть это краткое уведомление, какие-то с помощью как типов событий, фактические рассылки заявок на транспорт, то есть это в системе можно подключать. Ну, собственно, следующий блок, который сейчас рассмотрен, это уже контроль и исполнение рейсов. То есть как мы данные рейсы можем исполнять в следующем системе. Существует несколько способов. Первый способ – это рабочее место контроля и исполнение. То есть когда мы в рабочем месте фиксируем временные показатели и указываем, с какими временными показателями мы рейсы прошли. Следующий блок – это мобильный клиент. Я это сейчас отдельно покажу. Собственно, когда мы с помощью мобильного клиента, водитель проходит самостоятельно, мы просто мониторим в рабочем месте спутникового мониторинга. Третий способ – это фиксация данных с помощью трекеров. То есть когда есть электрическая система, которая передает данные нам, мы эти данные обрабатываем и можем, соответственно, фиксировать выполнение рейсов по данным трекерам. То есть, например, если водитель в зоне в радиусе 100 метров от точки пробка более 10 минут, то мы считаем, что это точка пройдена. В принципе, такие опыты есть у нас наиболее актуально, наверное, для каких-то межрегиональных перевозок, когда точки далеко друг от друга. Потому что в случае скорых, скорая практика показывает, что иногда водитель может приехать в зону сразу трех точек, мы считаем, что эти три точки пройдены, а пока водитель сдал там одну. То есть у нас не всегда будет самая актуальная информация. Ну и четвертый способ – это просто в самом рейсе зафиксировать, какие точки прошли, какие нет. То есть там не поменяется ни мобильник, ни нет, даже на происполнение рейса. То есть просто далеко не поставили, пять точек прошли, нормально только не прошли, мы, соответственно, эту информацию зафиксировали. Давайте посмотрим, как это отражается непосредственно в системе. Посмотрим на примере рейса по Москве. Давайте видим вот эти два рейса, на которые мы назначили транспортные средства, установим по ним статус выполнения, мы, собственно, с ними работаем. Первый, один из рейсов – пройдем в рабочем месте контроль исполнения рейса, покажу, как работать, да. А с вторым рейсом будем работать на мобильном клиенте. Ну, собственно, здесь у нас, как выглядит наш мобильный клиент, то есть происходит авторизация, водители авторизуются по персональным логинам, порой. Причем здесь можно рассмотреть несколько вариантов, как понятно, что зачастую стоит проблема, что наемный водитель не всегда может работать по мобильному клиенту. Ну, здесь мы постарались максимально решить данную проблему, у нас все лицензии на мобильном клиенте конкурентны, то есть занимает, когда водитель исполняет рейс, он занимает одну лицензию, то есть после исполнения рейса он эту лицензию освобождает, и если на него не будет назначено новых рейсов, то он эту лицензию, в принципе, занять его и не сможет. Также, если зачастую водителю нет необходимости передавать персональный логин и пароль, то можно просто распечатать QR-код, соответственно, водитель этот QR-код сканирует и переходит сразу в тот рейс, который на него был назначен. Ну, и здесь, если говорить про наемные водители, то приложение находится в открытом доступе, то есть в плане марки, любой водитель может скачать себе его на телефон, ну, собственно, авторизоваться по тем данным, которые он был предоставить, в поводу того, что он просто QR-код отсканирует с помощью камеры, ну, и дальше уже будет с ними, с вашим рейсом выполнять работу. Так, ну, собственно, вот, авторизуемся под водителем Туфины Сергея для выполнения рейса. Для этого мы сейчас здесь проверим подключение сервера. Все равно, вновь, водитель авторизуется одно приложение, где видит текущие свои рейсы и можно также посмотреть уже выполненные рейсы, которые были выполнены да и. Собственно, выбирает, какой рейс будет выполнять, когда у нас текущий рейс немножко у нас отстает изображение телефона от экрана, ну, ничего страшного. Вот, ну, собственно, здесь водитель видит текущие свои точки, то есть следующие точки, которые ему необходимо пройти, и видит следующие точки, которые ему будут на маршруте. Может построить маршрут на дакте, то есть если водитель выберет, и вот он построит маршрут, то у него откроется провожение навигатора, в котором сразу будет построен маршрут до следующей точки. Если он при прибытии, водитель ставит соответствующую отметку о том, что он прибыл, не знаю, что изображение еще чуть-чуть отстает, соответственно, водитель фиксирует прибытие, а в дальнейшем может зафиксировать начать выполнение. В данной точке специально сделали разграничение между прибытием и началом выполнения, потому что часто водитель может за интернетом переехать, но не начинать работу, какая-то очередь, еще что-то, не принимают, никого нету. Ситуация была разная, зачастую иногда сталкиваясь с тем, что водитель, какая-то огромная очередь, водитель встал, стоит, отдыхает, соответственно, у диспетчера всячески оповещаем о том, что зафиксировано долгое начало работы, что диспетчер может принять какие-то действия, потому что водители не всегда оповещают об этом ответственных сотрудников, которые мониторят исполнение. Собственно, после того, как водитель зафиксировал, что он начал выполнение работ, выводится задача по точке, то есть это как раз те грузовые места, которые работают в случае с интеграцией со складской системой, в этой работе с актуальными грузовыми местами, которые склад собрал, и работают с товарным составом, имеют возможность уже непосредственно так же с теми данными, которые получены от склада. Ну, в данном случае это у нас забор грузовут клиентов, соответственно, мы можем либо выполнять отдельно каждую задачу, ну, либо зафиксировать, что мы выполнили все, соответственно, у нас все работные точки считаются выполненными, ну и водитель просто фиксирует, что с этой точки угол. Соответственно, у водителя остается только следующая точка, только одна, может просмотреть уже пройденные точки, но, соответственно, следующая точка у него изменилась уже на следующий забор грузовый. Кроме того, водитель может отменять различные грузовые места, то есть фиксировать с различными проблемами справочника, которые остаются в системе, прикреплять какие-то фотографии, какие-то файлы, если необходимо, общаться с диспетчером, то есть писать сообщение в чате. В системе же, для того, чтобы мониторить исполнение рейсов, используется так называемое рабочее место спутникового мониторинга. То есть это рабочее место, которое состоит из четырех основных областей, это список рейсов, то есть те рейсы, которые у нас в данный момент выполняются, если бы в случае с историей, можно просмотреть рейсы, которые у нас были выполнены. В целом, часто такая практика используется. На одном из проектов у меня, например, с помощью мобильного клиента просматривали историю выполнения рейсов и обнаружили, что один клиент, один водитель, постоянно, точнее, ряд водителей постоянно заезжали на одну заправку, даже если бы он был по пути, в итоге, собственно, так водители поймали о том, что они заезжают не туда, куда надо, а если они выполняют не то, что надо. Соответственно, выводятся рейсы, которые нормально выполняются. На карте можно просмотреть, где водитель находится, можно просмотреть плановые маршруты, и также фиксируются события по рейсу. То есть выводятся различные события, которые происходят во время того, как выполняют рейсы. В целом, событий достаточно много. Ну, самое, наверное, популярное – это планированное опоздание и практическое опоздание. То есть это гранится на несколько точек загрузки, мы примерно должны были выехать в 7 часов. Ну, собственно, помимо спутникового мониторинга, допустим, это, как я уже сказал, где на карте мониторим исполнение рейсов и фиксируем события, которые у нас произошли, по-моему, и остановился на планированном практическом опоздании. То есть, в принципе, самое часто используемое событие. Например, он должен был выехать в 3 часа, выехал по каким-то причинам в 4 часа позже. Естественно, мы перерасчитываем весь мониторинг, и если у нас где-то есть планированное опоздание, мы об этом, естественно, пользователя оповещаем. Кроме того, если у нас, например, возникла ситуация, что в один действительно уже опоздал фактически, то есть не уложился во временное окно, ну, соответственно, создается событие, фактическое опоздание, которое также у нас в системе отражается. Ну, в данном случае, что у нас, если посмотреть, рейс, который мы выполняем, мы как раз прошли одну точку с водителем, ну, собственно, этот у нас данные здесь страдают. Следующий блок, который мы можем использовать, это, называем, наше рабочее место контроля исполнения рейсов. То есть, где вручную можно сфиксировать временные показатели, то есть прибытие, начало работы, выйти из точек. Ну, собственно, это у нас системе задается. Если посмотреть, например, вот этот рейс, который мы исполняем в мобильной клинике, то здесь видно состояние, то есть, что мы прошли одну точку, на время прибытия, начало работы, выйти, какие работы были выполнены. Ну, соответственно, можно также в системе вручную отражать. Ну, на моей практике это нечасто используется. То есть, это правило, все-таки, отписаться по данным трекерам. То есть, у нас уже в системе есть разработанная интеграция с популярными телеметрическими сервисами. Комби, Алон, Автограф, другие. Также, все-таки, чаще, после мобильной принятия, все-таки, ручное занесение. Собственно, после того, как мы рейсы выполнили, далее следует уже непосредственно обработка данных маршрутов, которые у нас были проведены. Ну, собственно, давайте перейдем в список наших рейсов. В рамках подготовки прошли данные рейсы, которые у нас были в рамках данных кейсов рассмотрены. Ну, и, собственно, по обработке этих рейсов. Ну, самое первое – это работа с документами. У нас зачастую по рейсам формируется пакет документов, которые нам необходимы при исполнении передать, либо забрать у клиента. Здесь несколько вариантов формирования работы с документами. То есть это может быть просто какой-то пакет ревантов документов, которые формируются автоматически при депланировании рейса. Это может быть при печати, формируется, когда настраивали комплект, то также заносятся документы, которые расписатся. И третий способ – это фиксация задолженности документов из корпоративной системы, либо вручную. В данном кейсе мы рассматриваем, что у нас необходимо получить документы по двум заданиям, две стоянки получить по каждому из заданий, и одну стоянку нам необходимо передать. В данном случае мы там зафиксируем, если так уж более углубятся. Есть возможность работать с экземплярами документов, то есть когда к нам приходят, либо мы из системы распечатываем документы с конкретным коррами, либо из корпоративной системы нам приходит перечень документов с их кодами. В этом случае можем либо сканировать при подключении соответствующего девайса, либо просто вручную заносить какой именно экземпляр документов мы либо получили, либо передали. Соответственно, для отражения того, что мы документы получили, формируется возврат документов после исполнения рейсов, где подтягивается как раз количество, которое актуально еще не отражено. То есть если мы, например, укажем, что мы по заданию 4.6.9 передали один экземпляр, то при следующем формировании возврата документов после исполнения рейсов у нас подтянутся только незалегистрированные остатки. То есть у нас как раз у задания 4.7.3, у нас без ТНК мы не передали, а без ТНК не отдали. Данный передач документов также влияет на перевод рейса в статус завершен. То есть мы, если есть невозвращенные документы, то мы рейс в статус завершен перевести не можем, то есть не покажем, что мы этот рейс полностью отработали, полностью выполнили. Такой организм, который нам позволяет свидетельствовать, что по рейсу у нас что-то еще не обработано, либо что-то еще у нас не завершено. Ну, собственно, далее, наверное, стоит отразить, перейти уже в такую большую финансовую составляющуюся, это отражение расходов по выполнению данных рейсов, фиксация доходов за выполнение заявок, ну и, собственно, учет различных прямых и косвенных затрат. Ну, для начала немножко стоит рассказать про самую структуру затрат, которая в системе может использоваться. Начнем, наверное, со статей доходов и расходов, которые мы применяем. Статьи доходов и расходов делятся на три вида. Это прямые, косвенные и расходы будущих переводов. Прямые затраты – это те затраты, которые можно однозначно расфиксировать за рейсом. То есть, например, ДСМ в путевом листе, либо услуги наемного перевозчика – это, соответственно, прямая затрата. А косвенные затраты – это те затраты, которые распределяются на рейс по результатам, выполнения закрытия месяца. Ну, то есть, например, какой-нибудь документ-ремонт, либо, конечно, там, аренда гаража. Соответственно, понятно, что мы ее сразу распределить по всем рейсам не можем, потому что еще не знаем, какие у нас рейсы будут в этом периоде выполнены. Поэтому эту затрату мы распределяем по результатам закрытия месяца. И расходы будущих периодов – это какие-то страховки, еще различные дорогостоящие ремонты, которые мы распределяем в одном отчетном периоде, а распределяем, например, на год. Ну, соответственно, такие затраты фиксируются, что на отдельном документах так мы их распределяем по периоду. Ну, например, мы оформили пасху на машину, то есть пасха может быть достаточно дорогостоящая, поэтому мы распределяем это на год равнодорожными суммами, чтобы в одном периоде у нас не было какого-то сильного перекоса по нашим статистикам. Собственно, тогда начнем с фиксации прямых затрат. Для этого применяется документ «Фактические расходы по рейсам», где мы по перевозчику 1, перевозчику 2, который выполняли, сфиксируем запраку. То есть у нас, смотри, рейсы выполнялись с перевозчиком, давайте откроем, перевозчиком, так, суть. То есть у нас три рейса выполнили перевозчиком 1, на данном кейсе, то есть у нас они как раз с Москвы в Казань, с Казань в Самару и с Казань в Свердловскую область. Ну, соответственно, фиксируются документ «Фактические расходы», где мы указываем, какую сумму по пасху нам действительно была выставлена перевозчиком. На этой системе отражаем. Дальше у нас данные затраты распределяются по заявкам в соответствии с правилом распределения. То есть если мы фиксируем на 248-й рейс 38 800 рублей, то в соответствии с правилом распределения, в данном случае у нас тонн на километры, расстояние у нас будет распределены расходы по тем заявкам, которые в этот рейс входят. В соответствии с правилом данного кейса мы зафиксировали затрату за перевозчиком, то есть за наемными транспортными средствами, а также сфиксировали затраты на выполнение рейсов. Собственными перевозчиками, то есть так как у нас рейсно, сфиксировали затрату за выполнение рейсов по собственным водителям. В заключении, в заплате водителей бывают различные вариации, когда расходы указаны по постам, то есть у нас водитель работает на окладе, то есть окладная часть, у нас, соответственно, фиксируется по постам на затраты, и в конце месяца распределяется по тем рейсам, которые водитель выполняет. Либо это может быть сдельный зарплат по каждому рейсу, это может быть также установлено в правилах квалификации, либо просто выноситься вручную. Ну да, но тут, естественно, мы занесли по всем рейсам, которые исполнялись в собственном транспортном средстве, мы занесли затрату в водитель. Также для примера, зафиксировали, ну пока не буду углубляться в районе собственного парка, проект распространяю отдельно потом, но для того, чтобы примеры показать, как у нас фиксируются расходы, занесли документ прочей расходы, в котором указали, что в направлении деятельности Москва, то есть на филиале в Москве, мы зафиксировали аренную стоянку 5000 за декабр. То есть как раз, чтобы распределить по тем двум рейсам, которые у нас в рамках филиала Москвы у нас выполнялись. И также занесли документ ремонт. Для того, чтобы зафиксировать затрату, занесли по транспортному средству У-403, насколько я помню, это у нас в Самаре выполнялось. Здесь занесли работу, просто чтобы подразить сумму, что у нас 2000 рублей было потрачено. Соответственно, так как у нас данные затраты поспорные, то есть это и затраты на ремонт и обслуживание, и затрата на аренду стоянки, нам необходима данные затраты по рейсам в конечном итоге распределить. Соответственно, для этого в системе формируется документ о распределении прочих расходов. Он может формироваться вручную, если нам необходимо, например, для уроки за 5 месяцев, что-то, какие-то спракты распределить. То есть мы можем указать, что у нас, мы распределяем запраку на ремонт и обслуживание, распределяем ее за декабрь, естественно, мы заполняем данную затрату и нажимаем кнопку «Распределить». Естественно, у нас затрата будет распределена на тот рейс, который данный транспортный трейс выполнял. То есть тут, скажем так, достаточно гибкая вариативная модель применялась для одного из наших клиентов в Санкт-Петербурге. Была разработана, скажем, большая доработка по учету запрак. Естественно, если так как-то не просто, у клиента довольно большое количество филиалов, то есть порядка 70 филиалов, большое количество собственных транспортных средств, порядка 500. Естественно, клиент выделяет все свои перевозки, распределяет по так называемым направлениям деятельности. То есть, например, маршрут Санкт-Петербург-Москва это одно направление деятельности, перевозка по Москве это другое направление деятельности, перевозка в Краснодар – это третье направление деятельности. Естественно, все затраты фиксируются, как прямые, так и косвенные. И косвенные затраты распределяются по установленным правилам. То есть если у нас, например, как в данном случае, ремонт зафиксирован за транспортным средством, то распределение осуществляется по аналитическому разрезу. То есть, непосредственно на данные транспортные средства, то есть на рейсы этого транспортного средства будут вознесены затраты. Но часто бывает так, что какие-то затраты у нас нельзя фиксировать либо за конкретным транспортным средством, ну, как там, например, аренду стоянки, так и, например, транспортное средство рейс не выполняло. То есть, ну, какой-нибудь дорогостоящий ремонт, там, в течение месяца делается транспортное средство, где-то, 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 где-то затрата есть, но на рейсы этого транспортного средства мы ее распределить не можем. Для этого мы как раз выполняем следующий уровень распределения, ну, в данном примере это у нас направление действия. Можно указывать это предпеление, можно еще какие-то свои настройки, ну, в зависимости от ваших потребностей. То есть, для того, чтобы не потерять затраты, мы распределяем следующим уровнем по всем рейсам направление действия, соответственно, по новым правилам. Если, например, у нас по направлению действия нету рейсов, то мы распределяем по всем рейсам. То есть, наша основная задача, это понять, сколько денег у нас тратится на каждую конкретную перевозку, и никакую затрату мы потеряем. То есть, даже если у нас рейсов тратных средств не выполнено, то все равно затраты по нему нам потерять в данном случае нельзя. Соответственно, для отражения затрат у нас, кроме того, помимо формирования ручного распределения по всем рейсам, данные документы могут формироваться автоматически по результатам закрытия месяца. То есть, спускается процедура закрытия месяца, где у нас начисляется амортизация транспортных средств, это если у нас используют собственный парк, то средства амортизации считаются автоматически. Это корректировка стоимостью DSM, это если мы используем интеграцию с топливными компаниями, получение в системе есть интеграция с компанией «Роснет», «Роснет», «Роспромнет», то есть фиксируется с течением отчетного периода заправки по топливным картам, а в дальнейшем загружается в файл личного компания и корректируется стоимостью. Бывает так, что что-то не занесли, неправильное отразилие, либо топливная компания дает скидку, соответственно, мы корректируем данные стоимости, чтобы у нас были отражены данные, которые консенсированы только по периоду. Ну и вот в данном случае мы распределили как раз аренду стоянки, то есть у нас фиксирована аренда на сумму 5000, и мы распределили как раз по тем рейсам, которые у нас в рамках управления действия, то есть у нас фиксировано, что затрата инвестируется в Москве, то есть по рейсам в Москве мы ее и распределили. Причем распределили, мы в данном случае распределяли ее в пропорционально фактическом расходе. Как правило, технологические тетки и посленные затраты распределяются пропорционально фактическими затратами, то есть затраты, то есть затраты зарплаты водителей, если мы посмотрим на рейс 246, то есть по рейсам 246 мы водителю заплатили 3500, по рейсам 247 мы водителю заплатили 4000, ну, соответственно, у нас и на рейс 247 затрата распределилась больше всего. Таким образом мы накапливаем все наши затраты, распределяем их, и в дальнейшем нам, как раз, позволит вести финансовую отчетность, то есть анализировать данные по всем нашим расходам. По отчетам это очень похожее на дальнейшем сходу. Помимо регистрации расходов по самим рейсам, у нас также есть регистрация наших доходов по непосредственно самим заявкам. У нас заявки это были расширенные плановые доходы, модуль фиксации фактов, используется отдельный документ фактических доходов по заявкам. Соответственно, здесь заносится информация, какую стоимость мы за выполнение каждой заявки получили, и можем, естественно, предоставить какую-то скидку, внести в какую-то перспективу. Соответственно, план от факта логично всегда может отличаться, и в системе это можно отразить, что в дальнейшем мы делаем, где у нас план отличается от факта и почему. Кроме того, есть такой функционал, который актуален, например, если мы используем транспортную систему как корпоративную, особенно в данном случае, транспортную компанию, относится отдельное рабочее место управления расчетами с партнерами, где мы видим заявки, которые мы выполнили, видим какие у нас плановые затраты, какие фактические доходы мы по ней зарегистрировали, и можем создать счет на оплату, то есть это формируется отдельный документ, в котором зафиксировано, какую сумму мы должны получить от клиента, и, соответственно, статус счета оплачен, аннулирован, либо просто создан. В целом, если говорить про процесс, который поменяется, то счета могут либо загружаться в корпоративные системы, либо инвицироваться в системе, погружаться в бухгалтерию, получать информацию о том, что этот счет оплачен, ну и, соответственно, при обработке последующих заявок можно задать докцию, что если у клиента есть превышение задолженности, то, соответственно, следующих заявок он не может принять, пока не будут оплачены предыдущие счета. И, соответственно, система может контролировать. И, соответственно, тогда, прежде чем перейти к отчетности, я расскажу про управление собственным парком, то есть это отдельный блок в системе, учет управления собственным парком. Самое основное – это перечень транспортных средств, список транспортных средств, которые мы можем ввести. В случае социального управления управленем транспортными средствами, то есть это самый верхний уровень – это транспортные средства, в которых указывается самая базовая информация. То есть это 3 транспорта, 3 уговорительные — это 3, сэргумирование. Следующий ключ в которых это модель, то есть они подчинены с типом транспортных средств, и модели указывают это нормы расхода, указываются И самое самое – это уже сами транспортные средства, которые указываются на информацию о транспортных средствах, указываются привязки к такой модели, ведется актуальное состояние ТС, то есть пробег, актуальный остаток в его паке. Собственно, для того, чтобы это все ввести, сначала мы принимаем транспортные средства в учет, то есть там мы запускаем проект, запускаем средственную работу. Потом мы формируем о применении в учетах транспортного средства, в котором указываем данные для расчета амортизации, указываем агрегаты, которые на транспортное средство установлены, может быть, только логическое полученное оборудование, ну и, собственно, указываем данные по проекту. То есть это базовый проект, когда было выполнено последнее техническое оборудование и какой текущий остаток топлива непотребственно платит. Следующий блок, который также связан с учетом обложений транспортных средств, документов транспортных средств и водителей, так как он называется, раздел «Документы транспортных средств и водителей», который также система позволяет ввести им, то есть можно указывать тип документов. Тип документов можно скульптурировать самостоятельно в отдельном справочнике в системе, можно какой-нибудь создатель, показать, для кого мы выдаем, естественно, актуально там нет нижки, можно указать нет нижки, если нам актуально ввести еще собственные документы, ну, например, можно сказать, нижки, касты, нижки, документы, и прочее, всегда замок. Следовательно, в системе отслеживается состояние каждого документа, то есть, на самом случае у нас, например, если посмотреть просроченные, у них есть все страховки, соответственно, система указывает, что данный документ уже просрочен. не боится, там действует еще достаточно долго, то у нас система говорит, что здесь все хорошо, и данный документ еще действует достаточно долгое время, и также система может самостоятельно оповещать о том, что срок действия документа подходит к открытию. Для этого, соответственно, за какой период готовить оповещение, ну, система регулирует сообщение, так что, соответственно, программа документа влечит о том, что в короб входит, выпускает срок действия, ну, необходимо предпринять какие-то мероприятия. То есть, нам после того, как вы принесли базовую адаптивную информацию, транспортные средства, приняли их к отчету, занесли данные по водителям, что-то некому транспортные средства водителей, переходим уже к к управлению самими кастерскими средствами. Для этого существует, например, два блока – это управление учетом оборудования и управление запасом материалов. Соответственно, оборудование для нас – это различные агрегаты, шины, все в пользу того, что машину можно разобрать на все агрегаты, отдельные и под коробки, и под двигателем, и под шин, там, всей ходовой части может быть. И материалы – это какие-то запчасти, которые хранены на своем складе, то есть это отдельный склад для нового населения, соответственно, для того, чтобы управлять собственной рем-зоной, управлять собственными ремонтами, собственными остатками, система данных функционалов предоставляет. Формируется документ для оборудования, то есть в данном случае, в данном примере, нам купили какие-то запчасти, которые в дальнейшем могут использоваться при мы также на основном складе приняли, соответственно, после инфекции по документам, у нас на основном складе будет чиститься эти запчасти, которые в дальнейшем могут использоваться при ремонтах, ну, либо быть списаны или перемещены между складами, между материалами, что мы перемещаем, это можно пальто пройдет. Ну, понятно, что этот учет материалов и оборудований мы, собственно, ведем как раз для того, чтобы осуществлять там самое основное в этом блоке – это учет ремонтов. Для учета ремонтов есть два рабочих места – это рабочее место планирования ремонта. Он актуален, когда у нас есть какие-то собственные рем-зоны, то есть, находят какие-то яды, там, вести учет в графике, ну, чтобы у нас, на них получилось так, что два ремонта запланированы в одной зоне в один и тот же день. И рабочее место управления ремонтом, оно, собственно, одно из основных в данном блоке, где указывается в сцене с перечением собственных транспортных средств, выводятся данные по техническому обслуживанию – то Bruce «Коть когда это стало транспортного средств для следующего ПО», когда оно прогнозируется – то есть, у нас на buraya там, среднее суточного продекса, рассчитывается следующая дата. Казалось, когда был последний ремонт, какой ремонт был последний, в какое время. И также состояние для транспортного средств. То есть если он там данный момент в рейсе, то в связи с сотрудниками видеть, что транспортный адрес, возможно, доступно, либо можно ослеживать состояние, что, соответственно, свободно. Ну и сам документ «Ремонт», который можно формировать отдельно, либо формировать из данного рабочего места. Вот сейчас представлен на экране, в связи с этим мы указываем объект ремонта, то есть мы можем ремонтировать транспортное средство, можем ремонтировать какое-то дополнительное оборудование, либо можем ремонтировать агрегат, изменить его остаточный ресурс. Ну, например, там отремонтировали шину, ну, она у нас уже там готова походить на 20 тысяч километров, вследствие мы эти данные заносим и в системе данных хранятся. Также заносится данные по работам, то есть какие работы выполнены в рамках данного ремонта. Часто бывают различные кейсы, когда мы используем собственную ремзону, мы за какие-то работы платим нашим механикам, соответственно, здесь можно занести исполнителя для дальнейшего расчета. Уже имеешь в расчет подкладного механика. Собственно, указывается, какие запчасти мы использовали в рамках данного ремонта. Это могут быть какие-то собственные, которые подбираются со склада, в связи с этим, когда со складки со склада списываются. Либо это могут быть какие-то приобретенные, которые приобретены непосредственно под данный ремонт, но, соответственно, когда мы просто заносим стоимость, на которую мы эти запчасти приобрели. Ну и аналогично агрегаты, то здесь могут купаться агрегаты, какие-то темные, либо собственные. Здесь, например, шины меняют, все, что ты делаешь, просто какие-то агрегаты устанавливаем. Также в данном ремонте это отражается. Собственно, по обслуживанию парков, стоит еще также обратить внимание на путевые листы, то есть, если мы говорим про использование собственного, учета собственного парка, то вырастает неотъемлемая часть, обязательный документ, который в нашей системе позволяет вести дальнейшую выработку транспортных средств. То есть, указывается начальный пробег, указывается конечный пробег, на основании данных показателей фиксируется итоговый пробег по транспортному средству, в итоге у выработка фиксируется текущий начальный остаток топлива, конечный остаток топлива, причем здесь возможна интеграция с темническими системами, где мы говорим, что данных датчиков. Мы фиксируем три показателя. Это плановый расход, который определяет исходя из нормы расхода и пробега парейши планового. Это расход по нормам, то есть, мы указали, какое расстояние мы прошли, и на основании этих данных производится расчет непосредственно с учетом нормы. И фактически расход, то есть, ну, это актуально, особенно, когда мы по данным датчикам, посмотреть, какой водитель экономит топливо, какой водитель, наоборот, превышает, принять какие-то меры. В целом, если говорить про межрегиональные перевозки, то разработана достаточно модель учета расхода топлива, которая действительно необходима, потому что в случае с межрегиональной перевозкой там необходимы достаточно большое количество параметров. Такие, как какие-то различные нападки, например, пробег по городу, сложность дорог, использование эксплуатации транспортных средств, изменение расхода в зависимости от массы. Потому что там, если есть транспортное средство загруженное, и оно едет по городу, то там один расход, если оно едет, например, по трассе, теперь он не загружен, совсем другой расход. Соответственно, мы в системе это рассчитываем, производим расчет по каждому плечу, то есть мы рассчитываем расчетом каждого плеча, с массой на каждом плече, с какими-то нападками на каждом плече. То есть в целом, может быть, вот для того, что мы по каждому плечу можем указать свои нападки. То есть, например, у нас транспортные средства, то есть на франции данного рейса у нас был рейс Москва-Казань. То есть мы можем зайти и указать, что у нас на этом плече было 50 километров, мы проехали по Москве, это был загруженный, это у нас один коэффициент. В Показании мы проехали, там еще 40 километров загруженный, это второй коэффициент, выгружились на что-нибудь, то есть мы поехали на следующий, соответственно, там, керинский третий коэффициент. И в целом, вот эта вот модель расчета плановых фактических расходов топлива, она достаточно гибко разработана, с учетом как раз проектной деятельности и того, что мы, здесь, скажем, и нашего проектного опыта. Ну и на основании, наверное, всего того, что я сейчас рассказал, строится уже непосредственно отчетность. Для этого отчета достаточно много, покажутся самые базовые, в данном случае, например, это у нас анализ расходов по рейсам, то есть по тем рейсам, которые мы выполнили, можно посмотреть стоимость затрат по каждому из них, то есть какая сумма распределилась, происходя из каких показателей, то есть если мы возьмем на дейсы по Москве, то у нас, помимо зарплаты водителей, которые мы сфиксировали за ними, также у нас добавилась аренда стоянки, которую мы распределили при закрытом месяце. Ну, соответственно, есть там расширять данный пример, где будет путевой рейс, где будет ПСМ, в дальнейшем пытается амортизация, ну и прочие-прочие послуженные затраты, которые у нас всегда могут быть распределены. Ну, в случае, например, с наемными переводчиками, у нас здесь понятно, что у нас просто одна затрата, услуги доставки, которые мы сутки нам отразили, которые у нас на этот рейс упали, то есть это просто прямые затраты, которые распределились документы в фактические расходы. Также здесь, если нужно, стоит обратить внимание, для дальнейшей отчетности, для дальнейшей работы, можно осветить так называемые нормативные калькуляции по рейсам, которые также можно учитывать. Надеем, в рейсах сразу я вам покажу. Применялось это достаточно интересно. На одном из проектов для логистов формировались еще два дополнительных значения. Например, западная рыночная ставка и формировалась основная исполнение собственного транспорта. Для чего это нужно было? Логист определял, как исполнять заявку, исполнить рейс. То есть непосредственно в рабочем месте назначения теста на рейсах. Он определял, оперировал значения. То есть смотрел, сколько это будет стоить по рынку, в среднем, исходя из своей статистики, которую компания будет накоплен. И смотрел, сколько будет выполнить это собственное транспортное следство. Там формировалось в зависимости от типа транспортного следствия стоимость на рубль километра. То есть тоже исходя из статистики. Соответственно, пользователь понимал, что вот собственный парень транспортного следствия будет нам 10 тысяч рублей отправить, наемника позвать в среднем по рынку, это будет 30 тысяч рублей. Ну а если у нас там, например, какой-нибудь сезон, и все наемники говорят, что мы там выполним гораздо больше, чем парень, кажется, 50 тысяч, тогда понят, что у него выбора чинина, и он старался отправить собственное транспортное следствие. То есть это такие параметры, которые, во-первых, позволяют логисту ориентироваться на стоимость при определении, при работе с наемниками. Совершенно это актуально не когда-то, например, когда там тот позвонок позвонит, поедешь туда, поеду туда, какую стоимость торгуются и прочее. И это в дальнейшем также позволяет оценивать KPI каждого логиста в отдельности. То есть смотреть по каждому логисту, сколько у него в среднем там выходит, какие превышения, то есть как часто он выходит за границу для личной ставки, либо наоборот, он там проработает в плюс, то есть, естественно, информация у себя обрабатывает таким образом, что у него все рейсы в среднем ниже личной ставки. Ну и, наверное, еще там завершение отчета, который встретит итогового варгинального с полу доявка, которые у нас были изначально сформированы. Ну, собственно, здесь там правда хотел пример и как раз-то сделал, чтобы у нас где-то заявки фактически маржа была меньше нуля. То есть, если посмотреть заявку, то у нас как раз перевозка в Самару оказалась для нас невыгодной в Самарскую область. И здесь тоже в Самарскую область. То есть у нас по итогу она оказалась такая ретабельная, потому что там большая стоимость услуг доставки, при этом стоимость плановые доходы для них небольшие. В случае, например, самая такая у нас ретабельная заявка, это перевозка большая масса в Свердловскую область. То есть здесь как раз этот отчет, который собирает итоговые данные. То есть вы получили доходы по заявкам, по числам плановые, вы получили расходы, которые у нас зафиксированы по каждому плечу и распределились в итоге на те заявки, которые выполнялись прямо к каждому плечу. И в дальнейшем собрать отчетные данные. Здесь отчеты в целом достаточно вариативны. Платформа DMS позволяет настраивать их под себя, настраивать различные отборы. То есть можно там люди, которые работают, скажем, в кириальном острове, посмотреть только свои призы, свои заявки, соответственно сотрудничество председателя, посмотреть то, что относится к ним. Ну и в дальнейшем собрать книги статистик, посмотреть заявки в каком-то моменте. Ну сам, наверное, такой из последних примеров, который встречался. Это в одном проекту в Москве в Сенбурге коллеги ездили там в сеть одну достаточно известную. Причем, чтобы проехать на эту сеть, нужно было сделать крючком порядка 100 километров, что тоже точно не помню. Ну после того, как они собрались всю статистику, они посмотрели, что на эту заявку падает такая сумма расходов, что им выгоднее просто заплатить штраф каждый раз, чем туда ездить, потому что там получается достаточно большая сумма для выполнения только одной этой заявки. Ну то есть вот такие управленческие решения, они могут приниматься только когда есть какие-то фактические данные. Соответственно, чтобы их принимать, нужно вот эти вот всю отчетность собрать. Ну собственно, система как раз это и позволяет делать. Наверное, у меня в целом все. Наверное, ну, говорим, на самом деле, можно еще долго-долго-долго и долго о чем, но вы еще что-нибудь посмотрели, но давайте перейдем к вашим вопросам, то есть, может быть, что-то как раз не увидели, что хотели увидеть, может быть, что-то заинтересовало, ну соответственно, на вопрос отворительного свечи. Да, коллеги, спасибо, Олег. Коллеги, на экранах вы сейчас видите наши контактные данные для связи, можно звонить или писать на электронную почту. Сейчас мы перейдем к блоку вопросов, которые вы задавали по ходу нашего вебинара. Интеграция с ВМС-4 есть? Да, конечно, это, скажем, как раз логистическая платформа Акслот-Х, то есть, как раз, ну, помимо, там, помятного взгляда, у нас есть и в СМС-4, система достаточно уже давно на рынке, с нашими контактами также опыт интеграции в грузовый достаточно обширный. Ну, если так, раз у нас вопросов немного, расскажу чуть-чуть подробнее. В целом, самая, наверное, основная информация, которая выгружается, это несколько вариантов, либо если предварительно собрано, то можно предварительную информацию себе забрать, либо в дальнейшем уже по факту сбора, ну, соответственно, с транспортной системой отдаем рейсы, часто применяется, что очень любят водители, это когда получается информация по загрузке на складе, то есть, когда мы там с Южина загрузили транспортное средство, склад зафиксировал, что происходит на загрузке, то фактически данные, вот, погружаем электронную систему, и первую точку на воде на день водитель не проходит, а просто фиксирует, что он ее, ну, она уже сдана, и он знает, какие данные он загрузил, то есть, если, например, водитель что-то не найдет, но при этом сказали, что он загрузил, тогда мы, соответственно, в дальнейшем это будем уже какой-то отдельный разбор, но водитель становится менее материально ответственным, нежели в тех случаях, когда он сам фиксирует, что он загрузил на слайд, но это особенно актуально, у нас там был проект, там, водитель, всю машину загружали на 10 минут, и поэтому там, какую-то, проверить каждый товар было невозможно, в случае, когда это выгружает склад, сходить, 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 занимается. Спасибо, Олег, следующий вопрос, давай, зачитаем, приложение работает только с Android? Да, приложение написано на Android, соответственно, только с Android, в данном случае есть возможность работать. Следующий вопрос от Михаила, управление автотранспортом больше, чем классический 1S UART? Здесь нам сложно достаточно судить, в целом, если там из проектной практики последнего времени чего-то, чего у нас нет, ну, в всяком случае, я на своих проектах не встречал, то есть, все это уже есть. И здесь основная особенность тем, что это комплексный подход. То есть, мы по факту все вот эти затраты, все вот эти работы, которые выполняются в рамках управления автотранспорта, мы в дальнейшем разносим на заявку. То есть, при закрытии месяцев после затрат при дальнейшей работе, основная суть это понимать, сколько денег мы действительно тратим на перевозку. То есть, если у нас автотранспорт живет отдельно, то у нас не всегда есть возможность понять, как у нас эти затраты, то есть, мы зафиксировали затрату, да, а как она разносится в итоге, мы не считаем им возможность собрать данные. Поэтому, как раз, наша основная цель была обеспечить этот комплексный подход, чтобы понимать, сколько по факту нам действительно денег в зафиксировали заявку. Ну, чтобы понять, например, у нас, если вот, говорить на примере о транспортных компаниях, ну, какое-нибудь направление по факту работает в убыток. Ну, потому что, например, поиск туда дорого, а рентабельность не такая высокая. Соответственно, пока мы эти все данные не обработаем, мы не поймем, что у нас на этом направлении, на эти заявки работают в убыток. Ну, как в данном примере, у нас перевозка в Самару оказалась убыточной, хотя по факту все выполнялось одними и теми же рейсами, что идеи, наверное, должно быть. Так, следующий у нас вопрос. Следующий вопрос от Анатолия. Есть ли возможность загружать и разносить затраты из бухгалтерии в ТМС по машинам? Да, это причем достаточно часто использующийся гейс. Для фиксации давайте, наверное, чтобы показать демонстрацию. Следственный документ против расходов, который я показывал, который у нас, который мы фиксировали аренду стоянки. Он у нас часто поступает именно интеграции в бухгалтерии. Причем здесь есть возможность фиксации различных видов расходов. То есть, это может потратить на то, что это может сфиксировать, что страховка на транспортное средство конкретное у нас оформлено. Либо из бухгалтерии часто загружается например, оплату водичевую, то есть, оплатная составляющая. также может по конкретному рейсу завести, по виду перевозки, ну, и общего периода как правило косвенно. То есть, там просто выказывается подразделение либо направление деятельности, в следующем соответствии с ними распределяется. Ну, если вопросов больше нет, да, коллеги, спасибо вам за то, что поучаствовали в нашем вебинаре. Если будут еще какие-то вопросы, напоминаю, наши контактные данные, пишите, звоните. Спасибо вам, всего доброго, спасибо, т 있는데, спасибо, спасибо, спасибо,